Очередная тема у нас. Карантин. Что такое карантин? По законодательству Российской Федерации, любое передвижение животных из одного субъекта Федерации в другой, животное обязано пройти карантин. Даже смешно, конечно, но вот если из Санкт-Петербурга человек выезжает с собакой в Ленинградскую область на дачу, по сути дела он должен пройти карантин месячный. Естественно, на это никто внимания не вращает, но по эпидемиологическому законодательству нужно проходить карантин. Любое животное, которое поступает в Велес или в какую-то организацию, ставится на учет. Вот есть такие акты, у нас приезжает наша служба ветеринарная и ставим животное на учет. Мы ниже подписавшие, птица поставлена на 30-дневный карантин, на момент постановки на карантин птица не может летать. Вот она поступила сегодня, сегодня мы ставим на карантин. То есть вот этот акт составляется. И как вы видите, этих актов, это вот на каждое животное ставится, каждое животное ставится на карантин, независимо от ее состояния. Через 30 дней, если она живой осталась, она может и погибнуть. Потому что поступают к нам, извините, по лисе КамАЗ проехал, там сложно что-то собрать, поэтому, да и в разном состоянии животное поступают, когда уже за черту перешли, скажем так, как я говорю, не возврата, уже не вытащить животное, поэтому бывает, что гибнут. Но будем считать, что все хорошо. 30-дневный карантин прошел, все вылечили, все посмотрели, все предписания выполнили ветеринарные службы. Животное снимается с карантина. Акт снятия с карантина. И вот через 30 дней снято с карантина животное или птица, и она уже поступает либо на выпуск, либо в зону проживания дальнейшего. поэтому это обязательная процедура для всех животных, для всех организаций, независимо, там, зоопарк это, карантинный центр, реабилитационный центр, любая организация обязана при поступлении животного поставить животное на карантин. Так же, как если мы отправляем животное или любая организация, которая решила куда-то отправить, ну, кроме черного рынка ЗУКО, животное ставится на карантин перед отправкой, да, и предъявляются требования, да, той области, куда она поедет. То есть принимающая сторона ставит условия, какие исследования провести для животного перед тем, как оно поедет к ним. То есть мы на месяц должны поставить животное на карантин, через месяц снять с карантина и отправить по адресу назначения. Как мы Боню отправляли, мы ставили на карантин ее, 30 дней она стояла здесь на карантине, потом мы ее отправили в концлагерь Тайган, где она была быстренько убита. По прибытию там, в Тайган, ее поставили на карантин, и она стояла на карантине там. Жива, здорова и так далее. Поэтому это обязательная штука для всех. Для армян, для не армян, для всех. Это обязательное мероприятие по законодательству Российской Федерации. И пока другого законодательства у нас нет, мы выполняем это законодательство. Законодательные акты. Животное поступило. Акт постановки. Видно, не видно. Надеюсь, что видно. Акт постановки. Через 30 дней акт снятия с карантина. Карантинная деятельность ничем не органентируется. Лицензии никаких не нужно. Ничего не нужно. Приехало животное, ставишь на карантин. Прошло время, сняли с карантина. Так же, как перед отправкой куда-то, поставил на карантин, снял с карантина. Все эти бредни по какие-то там лицензии, разрешения и прочее, это больные головы, они везде есть, особенно вокруг зубков. Поэтому, две у нас этих папок уже 8 там, 10, 10 папок уже таких. Это вот снятие и постановка на карантин. Так что, если есть вопросы, задавайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...